Идея, которую вы сказали сегодня, конечно, интересна. Давайте полностью можете экспортером станет. Вообще, если кто-то помнит, до Майдана были такие разговоры, что Украина с 2027 года может из импортера газа превратиться экспортером. Сейчас объясню почему. По некоторым расчетам американской компании, которые тогда планировали в Украине добывать сланцевый газ, сейчас они уходят с Украины, передумали. По их расчетам получалось так, что в 22-м году они смогут выйти на промышленную разработку, в 25-м году они смогут уже выйти на окупенс. Действительно, говорили, что по такие оптимистические расчеты Украины будут за газы столько добывать, что им Украине просто так не надо. Это возможно. Все, что сейчас говорит Киценюк, это невозможно. Смотрите, мы добываем приблизительно 20 млрд кубов газа. Надо 60 млрд. Почему говорю 60 млрд? Объясняю. Промышленность. Ну хорошо, давайте промышленность что-то вообще не работает? Нет. Но есть вариант. Сносим все заводы. Черт. Вообще, к чертовой бабушке. Сносим. Продавленный талон. Тогда надо в общей сложности 35 млрд. Все равно не 20 млрд. Нефть вообще не сгадывайте. 2 млн. Это не хватает. Но 2 млн. нам даже на мазут не хватает. На солярку не хватает. Уголь. Ну, с углем вообще проблема. У нас за 2013 год падение добычи угля 30%, в этом году будет 50%. Ну, вы сами понимаете, зона, а то там нет угля. Так что здесь фантазировать хорошо. Вообще, по большому счету углы из страны мира покупают. Это нормальное явление. Там нефть, тут газ. Не надо какие-то мифы. Надо просто произвести столько продукции и продавать газ. Потому что можно без проблем покупать. Ну, вот в классический вариант. Давайте пример проведем. Япония. У них нет природных ресурсов. У нас покупают газ, нефть. И очень много покупают. Видите-ка. И не кричите, что нам надо завтрашнего числа прекратить импорт энергоресурсов. Правда интересно? Вы чтите. И так же. Мой монет. И так же. Перенцов. И так же. Продолжение следует...